Когда отношения проверены чувством и временем, наступает период подготовки к свадьбе. Выбрать самые лучшие наряды, подобрать украшения и определиться с тематикой торжества, а самое главное – назначить самую запоминающуюся и яркую дату. 20.02.2020 четыре двойки и столько же нолей символизируют беспрерывную, нескачаемую жизнь для двоих. Несмотря на то, что эта дата совпала с будним четвергом, 11 любящих пар города решили связать свою судьбу друг с другом именно в этот день. Для сравнения 08.08.2008 в городе было зарегистрировано 40 браков. Только вот вопрос – влияет ли дата на бесконечную любовь? Можно обвешаться этими восьмерками бесконечно, но если нет в семье любви, взаимопонимания, нежности, трепетного отношения друг к другу, то никакая дата не поможет сохранить семью. Можно вступить в рак. Самый плохой день по луне, под цифрам и быть самым счастливым в мире, дожить до золотой свадьбы, прийти вновь в наш ЗАГС и отметить этот юбилей. Платье белого цвета, оберег в руках в виде букета у невесты и строгий классический костюм у жениха – так выглядят традиционный жених и невеста. Способ вступления в брак соответствующий. Марш Мендельсона, нарядные гости и лепестки роз. Такой свадьбе отдают предпочтение около 40% зарегистрировавшихся пар. Сегодня Василий и Марина Хильченко стали одним целым. Теперь у них общие мечты, взгляды и цели. Познакомились давно, 6 лет назад. Ждали дату красивую. Такая дата, единственный раз в этом тысячелетии. Даже несмотря на то, что сегодня четверг, мы выбрали эту дату. Роспись торжественной обстановки иногда требует длительного ожидания из-за очередей. Без нее же брак регистрируется уже через три дня после подачи заявления. Сегодня 10 пар из 11 отдали предпочтение именно второму варианту, объясняя свой выбор бережным отношением к бюджету, экономией времени, не первым замужеством и даже банальным чувством неловкости рядом с молодыми парами. Неважно, какой день недели, мы именно хотели этого числа расписаться, потому что мы к этому шагу шли 18 лет. У нас это уже далеко не первый брак у каждого. У нас четверо дочерей на двоих. И, скажем так, эта дата наконец-то соединила двух людей, которые бегали друг от друга полжизни. Следует также отметить, с каждым годом общее число зарегистрированных браков уменьшается. В первую очередь это связано с тем, что основная масса вступающих в брак рождены в 90-е, во времена демографического кризиса. Также большое количество пар проживает совместно без регистрации. И нельзя не вспомнить о суевериях и человеческих предрассудках. В 2020-й високосный, скорее всего, общее количество свадеб заметно сократится. Елена Мацкевич, Максим Галеонко, Бобруськ, 360.